Синода Белорусской Православной Церкви, от всех наших верующих, нашей пасты, священнослужителей. Для меня сегодня действительно это волнительный день. И вспоминая, как происходила хиротония моя, я часто вспоминаю свою маму, которая прожила долгую жизнь. И тогда мы у нее спрашивали, мама, ну как ты чувствуешь, что ты прожила девяносто уже один год? Ты чувствуешь, что ты такую долгую жизнь прожила? Она говорит, как один день прошел? Вот и сейчас Владыка говорит, что 28 лет. У меня такое впечатление, как будто было вчера. Но действительно, это долгий путь, который Господь дал мне пройти. И каждый раз, когда я вспоминаю свои прожитые годы, я искренне благодарю Бога за то, что Господь дает возможность общаться с людьми. А как правило, я встречался с хорошими, добрыми людьми. Но были, конечно, и трудности, и проблемы. Но как-то проблемы все уходят на второй класс. О них забываешь. А только хорошее, доброе остается в памяти и в моем сознании. И поэтому сегодня я сердечно благодарю вас, дорогого Владыка Игнатия, и Владыку Павла, который сегодня вместе с нами служил Божественной Литургией. Но у него свои труды. Он сейчас оставил нас, поехал на другое послушание. Я сердечно благодарю и наших архипастерей Белорусской Православной Церкви. Ну и, конечно, для нас сегодня это особый день. Уже, как говорят, преломилась Четыридесятница. Мы уже три недели совершаем свой подвиг Великого Поста. И уже, наверное, есть возможность оценить то, как мы прожили эти три недели. Что мы сделали хорошего и что сделали плохого. Если осознаем и поймем, что сделали что-то не так или неправильно, то у нас еще есть возможность принести покаяние в этом. Ну а если что-то даже и сделали хорошее, то надо все равно это воздать славу и хвалу и благодарение Богу. Ну и, конечно, сегодня замечательный праздник, День памяти страданий святых мучеников севастийских. И очень важно, интересно и назидательно, что сегодня, в этот воскресный день, когда мы изнесли Животворящий Крест Господень по уже многовековой традиции на центр храма, для того, чтобы каждый верующий мог увидеть Креста Спасителя, который ради нас и ради нашего спасения претерпел страшные страсти на кресте, страдания и смерть. Ну и вот сегодня, я думаю, каждый из нас сможет, поразвышляя об этом, задать себе вопрос и попытаться найти ответ, глядя на этих мучеников севастийских, да и на Христа Спасителя, который пострадал на кресте, сделать какую-то оценку и нашей современной жизни. Сегодня проповедник об этом говорил, о том, что действительно были и в те далекие времена испытания, искушения. И я хотел бы и ваше внимание обратить на то, что происходило, о чем мы вспоминали в Дни Великого Поста. Искушение наших прародителей Адама и Евы. Помните, как искушал враг рода человеческого дьявола? Какая была искусная ситуация, как враг рода человеческого вроде бы ссылался даже на слова Бога и Творца, который прародителей поселил в раю, но как он мог исказить это, извратить? И как он запретный плод представил вкусным, полезным, интересным? И Ева соблазнилась. Вот проходя последующие годы и тысячелетия, человечество испытывало все новые и новые какие-то испытания, искушения со стороны врага рода человеческого дьявола. А страдания Христа Спасителя, а его предавление на эту страшную позорную смерть, разве это не происки врага рода человеческого дьявола? А сегодня мы, вспоминая Христа Спасителя и его страдания на кресте, должны и возносим славу, хвалу и благодарение Богу за то, что Он прошел этот тяжелейший путь и даровал нам спасение через свои страдания на кресте. Открыл нам путь в Царство Свое Небесное. И вот сегодня мы слышали Евангелие, которое даже в то время, когда говорил Христос Спасителя своим ученикам, эти слова они не могли вместить и понять. И до сегодняшнего дня эти слова Христа Спасителя, которые говорил, кто хочет последовать в мне, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Но как это, отречься себя, и следовать за Христом, что это значит, когда и ученики Христовы, даже не понимая, обсуждали, рассуждали, что бы это значило. Кто хочет спасти свою душу, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Удивительные слова. Внешне они, может быть, непонятны, но это настолько глубочайшее, заложено в этих словах, смысл и значение для каждого из нас. И, несмотря на то, что это было почти две тысячи лет тому назад, до сегодняшнего дня эти слова имеют неприходящее значение, как они будут иметь и в последующие века, пока существует мир. Только тот, кто начинает жить, так, как учит Христос Васитель, для того все со временем встает на свое место и становится понятно. Ну и, конечно, сегодняшнее сочетание праздника, День памяти, страданий святых мучеников на озере Севастийском, тоже дает нам возможность поразмышлять о смысле и значении. Ну и, конечно, каждый раз, когда мы говорим о Христе, о Его страданиях, о мучениках, о новом мучениках, то, конечно, каждый должен, размышляя об этом, подумать, а что это дает мне, лично мне, каждому, что дает. Да, Христос Спаситель действительно пришел на землю для того, чтобы всех нас возвести на небо. Понятно, правда? Всем понятно. А что для этого надо сделать? Оказывается, все очень просто. Отвергнись себя, откажись от своих эгоистических мыслей, чувствов, не думая о себе, подумая о том, что есть еще и люди вокруг тебя живущие. Хочешь спасти свою душу? Спасай. Но как? Тот, кто хочет ее спасти, тот ее погубит. А кто погубит душу свою ради меня, говорил Христос Спаситель, и Евангелие, тот спасет ее. Вот удивительные слова. Размышляя о святых мучениках севастийских, я думаю, что каждому из нас понятен, помните, страдания святых мучеников севастийских? Ведь их было 40 человек. Были ведь молодые люди, молодые, энергичные, образованные, храбрые, воины были. И вдруг вот так завершили свой жизненный путь. 39 устояли, несмотря на мороз, зной, страдания. Ведь они лишены были и чести, и званий своих воинских. Хотя действительно были храбрые воины, всего их лишили. Вот вы обратите внимание, я буду и потом еще говорить, действия врага рода человеческого дьявола. Про родителей он искусил соблазном, искушением, лестью, обманом. А этих воинов, как искушали, угрозами. Не поклонитесь идолам, не принесете жертву, лишитесь всего, и звания, и чести, и даже жизни лишитесь. А они устояли, как враг рода человеческого, по-разному, в свое время, в разное время, он по-разному изгаляясь, искушает. Кого страхом, кого угрозами, кого лестью. А что происходит сегодня? И для каждого из нас сегодня новые испытания, новые искушения проходят наше человечество, наши современники. Совсем недавно, ведь в 20-м столетии, старшее поколение помнит, как угрожали всем тем, кто исповедует Иисуса Христом, Спасителем мира. Как угрожали и нашим родителям, да и старшему поколению. Если вы не вступите в комсомол, не вступите в партию, всего лишитесь. И звания, и должности, ничего вы не будете иметь. Будете всю свою жизнь работать на грязных работах. Лишитесь всего. На кого-то это сработало, на ком-то это не работало. Враг рода человеческого дьявола понял, что когда он угрожает людям, люди сопротивляются. А что сегодня происходит? А сегодня говорят братья, сестры, не ходите в храмы, можно заразиться. Не целуйте крест, не целуйте Евангелие, не причащайтесь, не сходите в храм, заразитесь. Какие добрые наши благотворители, правда? Враг рода человеческого не силой, не угрозами, так лестью, обманом. Пытается людей отвернуть от поклонения истинному Богу. А мы, вспоминая 20-е столетие, но ведь все, вот старшее поколение проходило это испытание. И тогда говорили нам, ну что вы все приходите в храмы, причащаетесь из одной чаши, одной ложкой, что вы делаете? Вы же заразитесь. Все мы с вами проходили. Верующие люди через все это прошли. Не получилось. Сегодня новый всемирный психоз. Не ходите в храм, не молитесь, не причащайтесь, заразитесь. Вот сегодня, я думаю, очень промыслительно мы слышали с вами евангельское повествование. Кто хочет спасти свою душу, тот погубит ее. А кто погубит ее, свою душу ради меня и ради Евангелия, тот спасет ее. Вы знаете, я вспоминаю очень мудрых людей, с которыми мне довелось идти по жизни. Я часто вспоминаю и отца Иоанна Крестьянкина. Слышали, наверное, про такого, да? Вот. И у нас в Рязани был такой старец, отец Авель, которому тоже говорили, батюшка, ты и отцу Иоанну, ну что вы ходите, сейчас такая болезнь, сейчас, знаете, простуда идет. Ну, не дай Бог, простудите, что-нибудь подхватите. И один, и другой, и третий, я могу много приводить примеров, они говорили, знаете, лучше я умру в храме, но со Христом, чем в келье, но без Христа. И они шли в храм, они ходили, они молились, и Господь их хранил, и они прожили долгую жизнь за свою веру и преданность Богу. Мы сегодня можем много говорить о том, что сегодня нас искушает. Я как-то уже вам говорил о том, что мне доводилось нести послушание в Соединенных Штатах Америки, тогда бушевал, такая эпидемия была, спид или эйтс, там называли на английском языке, да, и вот там уже прям изгалялись, ну кто как мог. У каждого своя была лжица, и помещали их в хлористую воду, и, ну все, протирали, ну что только они делали. И люди, знаете, кто-то поддавался этому, к сожалению, психозу, а кто-то говорил, Господи, ну это же животворящий крест Господень, но от него не может быть ничего недоброго. Если я верю. И поэтому я говорил, братья и сестры, если вы не верите, что это тело и кровь Христова, лучше не подходить. А если вы верите, что это тело и кровь Христова, это животворящее тело и кровь Христова, это животворящий крест, животворящий. Никто от этого не заразится. И я всем говорил, вот покажите мне хотя бы одного священника, а ведь священники после того, когда причащают людей, они же потом потребляют тело и кровь Христовы, ну покажите мне хоть одного, кто бы заразился этой заразной болезнью. Но никого не было. И нет и не будет. Тот, кто верит. А сегодня говорят, а вы знаете, кто-то говорит, что вы знаете, от причастия тела и крови Христовы еще никто не умирал. Правда это или нет? Слышали такое, нет? Я отвечаю на это, говорю, но ведь апостол Павел почти две тысячи лет тому назад ответил на этот вопрос. А что он говорил? Кто недостойно причащается телу и крови Христовой, тот и болеет, и даже многие умирают. Вот так. Так что вот имейте в виду, оказывается, можно не только заболеть, но даже и умереть, если мы недостойно причащаемся. А тот, кто искренне причащается, тому не страшны ни болезни, ни самые страшные угрозы. Вера должна присутствовать в нашем сознании и в нашем сердце. Не будет веры, ничего не получится. Вот сейчас говорю вам слова, даже не знаю, как сказать, наставления. Вот слушаю, наш малыш волнуется. Слышали, наверное, да? Вот так волновался. Вот так мне хотелось спросить, почему он волнуется? А он, оказывается, не успел причаститься. Он сейчас посмотрит, причастится, и все спокойно будет. А наши пастыри не смогли вовремя причастить. Он сейчас причастил, и все спокойно, правда? Как успокаивает, не то, что там какая-то зараза будет. Причастие тела и крови Христова успокаивает и душу, и сердце человека. Главное, чтобы мы верили. А вот эти святые мученики, ведь они же тоже пострадали ради Христа. И мы, говоря и вспоминая о них, наверное, вряд ли кто-то вспомнит учителей, которые мучили этих христиан. Память о них не сохранилась, за исключением буквально единиц, кто возглавлял эти мучения. Вот уж действительно исполняются слова Христа Спасителя. Кто хочет спасти свою душу, тот погубит ее. Кто погубит ее ради меня и ради Евангелия, тот спасет ее. Хочется пожелать, чтобы вера у нас не оскудивала. Чтобы мы прошли это испытание, которое мы проходим. Видите, тишина, да? Вот причастили и все. Ну, пастыри, отцы, ну вы же видите, что не успели причастливить. И все в порядке, да? Младенец, чистая душа, чистое сердце. Вот она чего хочет, а она взрослый не понимает. А нас искушают и говорят о том, что надо не об этом думать. Главное думать о внешнем. Вот сегодня существует этот массовый психоз о заражении. Вы знаете, буквально на днях мне прислали одно СМС-сообщение. И вот там, знаете, так ярко, красочно показывает, как один современный нам человек исполнил все предписания санкт-педистанции, продезинфицировал свои руки, умыл все, умыл все, все. Мыл он даже язык свой прочистил, ноздри, все промыл. Вы знаете, я надел на себя химический, вот костюм такой противохимической заражения, да? И надел на себя противогаз. Мы вроде бы все исполнил. Вышел на улицу, а его там машина сбила. Слушайте, вот так вот, вы знаете, вроде бы шутка какая-то. А какая мысль заложена в этом? Ведь вспомните евангельское повествование, как один богач говорил, такой урожай у меня уродился, все. Маленькие женицы я разрушу, построю новые и буду, заполню их и буду жить. И мне хватит на многие годы. И Господь ему говорит, безумец, всю ночь душу у тебя истяжет. Зачем ты все это стяжал? Вот вы знаете, вспоминая 40 учеников севастийских, хочется сказать, как и сегодня. Все заботятся о внешнем каком-то. Такое впечатление, как будто мы все собрались жить на земле 300-400 лет. Правда? Но все равно же придет время, когда нам придется расстаться с этой жизнью. А вот как вы ее проживете, зависит от каждого из нас. Мне хочется пожелать, чтобы вот в этот воскресный день мы всегда вспоминали, и сегодня переживали, и вспоминали, и перечитывали, и рассуждали о страдании Христа Спасителя. Вот Он же ради нас и ради нашего спасения претерпел эти страшные страдания. Он нам дал этот животворящий крест. И накануне Своей страданий, помните, как Он говорил Своим ученикам? Итак, здесь некоторые присутствуют, говорит Он, которые, еще не вкусив смерти, увидят Царство Божие. Господь нам дал такую благодать, что она и действительно оскудевающее восполняет, и недостающее восполняет. Благодать Святого Духа дается нам в Церкви, и горе нам будет, если мы прислушаемся к этому искушению, перестанем входить в храмы, перестанем молиться, перестанем причащаться к телу и крови Христовой. Тогда нас ждет действительно погибель. Поэтому не хочется пожелать всем благоразумия. Знаете, сегодня, когда вот такой идет психоз во многих странах, уже некоторые обращаются к Богу и говорят, Господи, дай людям разум, дай людям мозги, разум дай. А все остальное у них есть. Гречка есть, туалетная бумага есть, все закупили, а разума у них нет. Господи, дай людям разум, чтобы люди поняли, что ни в гречке, ни в туалетной бумаге смысл жизни, а в нашем общении с Богом. Вот хочется пожелать, чтобы мы с вами, если действительно верим, что Иисус есть Христос, Сын Божий, что Он нам дал свой животворящий крест, что Он нам дал тело и кровь Христову, которые животворят нас. И если мы будем действительно с верой и надеждой прикасаться и принимать в себя, то мы будем иметь жизнь вечную. Уже здесь на земле мы можем вкусить это Царство Божие, ощутить это, принять в себя Христа Спасителя. А Он нам, который пострадал за нас, обещал нам жизнь здесь на земле благополучную, да еще и приглашает нас всех пойти в Его Небесное Царство. Хочется пожелать, чтобы мы, размышляя об этом, не смогли угасить веру в Бога, а, возгребая ее, продолжали молиться Богу, ходить в храм, причащаться к телу и крови Христовой. И вот это искушение, которое сегодня проходит в наше человечество, оно пройдет. Как и старшее поколение пережили это. В 20 веке нам, как я уже сказал, говорили, не ходите, там все заразное, там у них столько всего всякого. Все пережили. Мучителей уже никто не помнит, а святых мы будем вспоминать. А если мы сохраним веру в Бога, то нам не страшно ничего. Даже если мы и умрем, а каждому человеку подавает умереть, но лучше умереть со Христом, чем остаться жить без Христа. Аминь. Спасибо. Еще и еще раз благодарю Преосвященных наших архипастеров, всех вас, дорогие братья и сестры, за ваши святые молитвы. Не смущайтесь, продолжайте приходить, молиться. Знайте, что с нами Бог. И ничего другого с нами не произойдет. Ну и сегодня у нас в центре храма Животворящий Крест Господний, поэтому все можете подходить к нему. Кто торопится, сейчас наши батюшки еще дадут крестики, кто торопится. А кто не торопится, можете потихонечку подходить. Ну а я всех причастников поздравляю с принятием Святых Христовых Таин, и желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасении души. Ну вот, я не знаю, как это все-таки честилось.